Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Компьютерная зависимость. Действительно, ну, с одной стороны, вроде безобидная вещь. Ну, сидит человек, играет на компьютере. Кому он мешает, да, там, сидит, поигрывает. Но, друзья мои, это на самом деле страшно. Человек уже, когда десятилетиями, это продолжается. Вот сейчас выросло поколение, наверное, с 90-х, которое вот тогда начиналось с каких-то простых компьютеров, и игры усложнялись, и время, которое они уделяют этому, и люди подчас вот эти плеяда. Ну, не знаю, в основном мужчины, хотя есть и женская такая зависимость, но у женщин все-таки чуть поменьше, мне кажется. Мужчин очень выражено. И прямо, знаете, есть такой типаж. Мужчины уже по 40, по 50 лет. То есть уже такие, как бы, уже жизнь прошла. И всю жизнь они провели за этим экраном. Всю жизнь они играли в разные игры. У них часто нет детей. Нету какой-то профессии, нету будущего. Они даже в компьютере этих денег не зарабатывают. Ну, кажется, зарабатывать нет. Они, вся жизнь их в игре. Они обычно достаточно полные. Денег нету. Если у таких людей есть мама, да, вот мама содержит этих таких великоворзных детей, потому что эмоционально они остаются детьми. И это ужасно. Даже вот, знаете, ко мне обращаются вот с этой компьютерной зависимостью, как пытается, пытаемся и что-то делать, влиять. Но, понимаете, когда это въелость человека, вот эти игры, игр, они просто напрямую выкачивают из них все здоровье и счастье. Люди умирают за этими компьютерами. А вот эти бедные родители, которые содержат вот этих уже, тех, у кого у самих должны быть не то, что дети, а внуки уже должны появиться. Они все еще играют, там, жрут чипсы, пьют, там, это пиво, куку-колозы за этим компьютером. И с утра до ночи они нажимают эти кнопки эмоционально. И плюс они еще ненавидят эту свою маму, которая там, можно я у тебя уберусь, там, сынок, можно еще что-то. Ну вот к чему я это, друзья мои? Вот сегодня новости прочитал в Москве. 52-летний мужчина, да, поссорится с мамой, потому что маме надо было что-то в компьютере. Ну, видимо, может быть, как бы сейчас в госуслуги зайти, там, заплатить за что-то по этому, по компьютеру, да. И она на время, да, там, сына попросила, чтобы мама села за компьютер и что-то сделала. Сын в истерику впал, сказал, это выгнал маму, сказал, что нет, человека нет, проблема, я застрелюсь. И заперся, да, мама вызвала, ну, милицию, медиков, потому что там какие-то звуки страшные из этой комнаты раздавались, потом все затихло. Вынуждены были сломать дверь, но мужчина, значит, 52-летний, живой. Он из пневматического пистолета выстрелил себе в висок. Ну, и, соответственно, как говорит, слава богу, кость не пробил, только кровь какая-то. Ну, вот, видите, такая, с одной стороны, вот, посмотрите, сказать, ну, ха-ха-ха, мама сама виновата. Но, друзья мои, эта проблема очень сложная. Вот таких вот семей, таких людей, где вот эти вот по 40 лет, по 30 лет, пока еще начинается вот этот вот период, уже в 52 года человека исправить невозможно, да, то есть там бесов гонять, там, очищать, это все только полумеры. То есть тут нужна настолько комплексная работа, просто его надо брать и перемещать куда-то в центр реабилитации, где вообще нету никаких там телефонов, ни игр, потому что вся жизнь его прошла в этом. То есть тут всю жизнь нельзя вырвать, сказать, все, иди там смотри на птичек, гуляй там, смотри, женщины, мир какой он, нет, весь мир вот этот экран. И сейчас, друзья мои, это вот сейчас подошло поколение, а сколько детей, я вчера смотрел, заезжал в этот магазин, в Альберис, да, что-то там получать. И там, значит, две мамы, такие, ну, армянские мамы такие, они заботливые, молодые достаточно, да, вот в одной коляской, в другой коляской. И вот одна, другая там что-то с коляской советует, видно, та для своего ребенка берет коляску по совету подруги. И, ну, младенец, да, тут, ну, не младенец, наверное, сколько-то, ну, явно, ну, меньше года еще ребенку. И вот у него телефон, и он вот там сидит, и прямо нормально так кнопочки жмет. То есть он говорить еще не умеет. Говорить у него, вот телефон, мамы там разговаривают, а ребенок, вот он сидит и играет в телефон. Ему меньше года, он говорить не умеет, он ходить не умеет, но он играет в телефон. Вот это, наверное, начало того, что вот эта мама там еще молодая. Ну, вот не дай бог, конечно, вот это, там, типун мне на язык, да, за эти слова. Но я вот в этом увидел вот уже там потом, вот, 50-летнего, 40-летнего мужчину без детей, без внуков, там, толстого, да, который сидит и жмет, жмет эти кнопки. И мама, которая ему там, вот, можно? Нет, оставь у входа, да, друзья мои? И плюс потом эти люди там, мама, там, где пенсия, мне нужно купить там для игры что-нибудь, там, какую-нибудь аптечку или какую-то это. Вот, вы думаете, этих мало случаев? Ну, вообще просто, просто беда. Но, конечно, что же там, правительство обращает на это внимание. Здравоохранение обращает ли на это внимание? Нет. Эти люди наедине вот со своей бедой, со своими вот этими непутевыми родственниками. Ну, конечно, каждый виноват во всем, да, и эти люди, которые свою жизнь отдают, да, вот это, это же и Грегор, игр, он высасывает энергию. Поэтому ничего плохого нету в компьютере, там, в компьютерных играх, но зависимость, когда это начинает рулить вашей жизнью, то, ну, это, это хуже, может быть. Хотя то же самое, и алкоголизм, и игромания, и все это момент одного порядка. Вас к чему-то подключают сначала, заинтересовывают, вы включаетесь в это, а потом из вас выкачивают все, в том числе и вашу судьбу, вашу жизнь, ваше будущее, ваше развитие, все, все уходит туда, в эту бездну. То есть, нынче, так сказать, дьявол как раз вот в этих деталях, то есть, вас заинтересовывают и забирают все, просто все, всю жизнь. Вы оглянитесь вокруг, и вы увидите, что таких очень много. А может быть и у вас тоже есть, да, потому что привязка к телефону, да, либо вы хозяин телефона или компьютера, либо он, или вы там с утра до ночи, ночью, там, бим-бим, сообщение, нужно в каком-то чате что-то написать. То есть, вы не занимаетесь собой, а отдаете все во внешнее. То есть, надо иногда брать такие аскезы, чтобы понять, есть ли у вас зависимость, вы ли являетесь хозяином своих вот этих вот гаджетов, либо они начинают рулить вашей жизнью, и они подчиняют вас своей воле. Вот когда вы чувствуете, что это вот, поэтому этому может подвержен каждый, не то, что мы там, ах-ха-ха, какой дурак, да, там, нет, друзья мои, дураки-то мы, это примеры вселенной нам дают, вот эти примеры, чтобы мы могли, ну, во всяком случае, в нужный момент суметь остановиться и взять под контроль то, что теряем. Ну, все драгоценное, вот что Мокт сказал. Пока счастливо.